Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы разбираем события, которые хоть что-то значили для финансовых рынков в последние торговые будни. В данном случае будем делать акцию на торговую сессию пятницы. Но поскольку, друзья, в пятницу у меня не было возможности с вами провести брифинг, за это я прошу прощения. Сегодня моя задача немножечко еще и реабилитироваться, поэтому давайте захватим мы торговую сессию четверга, тем более, что в четверг у нас прошло заседание Европейского Центрального Банка. Хорошо, что то направление, которое было указано для евро в качестве наиболее оправданного для дальнейшего движения, сейчас полностью соответствует нашему с вами прогнозу. Европейская валюта уверен продолжить развивать то нисходящее движение, которое развивает на текущий момент. Цели, я надеюсь, то что вы помните, мы ждем европейскую валюту ниже отметки, собственно, 1.12. В идеале бы добраться даже поближе к уровню 1.10, но на это, скорее всего, понадобится больше времени. Кстати, чтобы не отходить сейчас далеко от евро, лоу, который мы зафиксировали, скажем, на окончании прошлой недели составил 1.12.68. И честно признаться, друзья, с учетом той риторики, которую мы услышали от Европейского Центрального Банка, можно было бы продавить евро пониже. Но снова повторюсь, еще не вечер. У нас с вами закрывается 2018 год. Мы вправе рассчитывать на предновогоднее и, может быть, по факту новогоднее ралли. Мы к нему готовимся, потому что, собственно, динамика активов последних многих лет уже дала основу в качестве опыта говорить о том, что волатильность, всплеск волатильности, резкие движения под закат очередного, собственно, календарного года – это неизбежно. Поэтому мы готовимся и ждем, собственно, к этому ралли. Но меньше всего, конечно же, что хочется, друзья, чтобы 2018 год закрылся плохо для нас, для продавцов рисковых инструментов и покупателей доллара. Пока что все складывается до невозможности. Хорошо, не хочется накаркать. Будем надеяться, что удача и дальше будет нам благоволить. Друзья, у нас среди основных сделок, которые мы продолжаем отрабатывать в приоритете – это рост доллара и иены, снижение евро против доллара, британская валюта. Хоть мы и сделали цель, но специально для вас я продолжаю делать акцент на то, что фунт остается аутсайдером и, может быть, имеет смысл попробовать выжать из него еще больше, поставив на снижение. Вот кто-то из моих коллег ждет даже отметку 1.21.21. То есть, с учетом текущих уровней полтысячи пунктов, конечно же, крутовато, хотя мы все-таки говорим о неясности по Брекзиту. И это тот фонд, который обладает потенциалом, конечно же, крайне негативного влияния на британскую валюту, пусть и в таком, собственно, масштабе, как потенциальное снижение на 500 пунктов. Текущая неделя, друзья, будет крайне интересна, хотя бы потому, что мы дождемся и, в принципе, уже дождались заседания Федрезерва, то есть двухдневное заседание, стартует оно завтра, в среду будут подводиться итоги. Мы настраиваемся на рост процентных ставок, все это сейчас способствует. Мы, когда сейчас перейдем к паре доллар-иене, еще раз отметим несколько отчетов, обновленных уже, актуальных. Эти отчеты лишь продолжают сигнализировать о том, что разные сектора американской экономики чувствуют себя очень даже неплохо. Поэтому я сейчас не вижу, каких причин, за которых Федрезерв мог бы отложить свое решение. И вот, возможно, специально для того, чтобы ФРС меньше акцентировал внимание на геополитических рисках, довольно неплохо сейчас складываются отношения между США и Китаем. Да, у нас нету сейчас возможности говорить о том, что США и Китай очень близки к двухстороннему, собственно, соглашению, которое, в конце концов, должно поставить жирную точку в том конфликте, в торгом, который разразился между ведущими экономиками мира практически полгода назад. Но в то же время перемирие сейчас еще продолжается, оно будет длиться еще больше двух месяцев. И Китай, по крайней мере, я не могу сказать то же самое за Соединенные Штаты Америки, но Китай явно старается сделать все возможное, всячески идет навстречу США, снижая и отменяя даже отдельные категории ранее установленных таможенных пошлин. Все для того, чтобы продемонстрировать, доказать и подтвердить свои намерения и желание все-таки выйти на компромисс, который, в конце концов, позволит сохранить прежние отношения, ну, в ином формате, конечно же, но отношения, которые должны дальше способствовать все-таки сохранению для Китая американского рынка сбыта. Потому что, ну, разумеется, учитывая то, что Китай это ключевой экспортер, он очень сильно зависит от американского рынка, вся бойня, которая разразилась между этими экономиками, между США и Китаем в плане торговых отношений была связана с тем, что Китай, конечно же, экспортирует куда больше, чем есть возможность экспортировать у США. И перекос именно в показателях экспорта и импорта, серьезный дефицит торгового баланса США, и возмутил, собственно, Трампа, который решил любой ценой защищать своих национальных производителей, устанавливая пошлины против, опять же, китайских экспортеров. Но пока что у нас нет плохих новостей. Разумеется, это хорошо, потому что я начал обрисовывать перспективу денежно-кредитной политики Федрезерова. Нету сейчас оснований говорить о том, что лучше сделать ставку на иену как защитный актив. Я очень, друзья, надеюсь и я фактически уверен в том, что доллар и иена нас порадуют, так же, как и порадовали многие другие финансовые инструменты. И мы сможем сделать цель 114.50 вот в оставшиеся две недели 2018 года. Как быстро летит время, друзья, не успеем мы с вами и глазом макнуть, как уже будем говорить о 2019 году, собственно, и будем также спекулировать на предположениях, прогнозах того, сколько ФРС поднимет ставку вот уже в будущем году. Собственно, это все разговоры ближайшего времени. Давайте вернемся в русло нашего традиционного сценария. Не будем мы аппликаться больше. Сегодня, друзья, я советую обратить внимание на данные по инфляции в 13.00 по московскому времени. Мы ждем отчета этой инфляции еврозоны. Особый акцент рекомендую сделать на базовый показатель. Очень важно сейчас понять, с каким показателем индекса потребительских цен работает, собственно, Европейский Центральный Банк, потому что на основании именно соотношения текущего показателя инфляции с планами и риторикой Европейского Центрального Банка мы, в принципе, должны понять, какие горизонты и уровни могут замаячить перед главным валютным риском уже на ближайший квартал. Сегодня ждем слабые цифры в целом, я уверен, потому что индекс потребительских цен, безусловно, должен просесть с учетом того, что происходит на рынке черного золота. Но базовая инфляция, да, она не учитывает постоянно меняющуюся ценовую конъюнтуру рынка черного золота, но в то же время она учитывает общее состояние потребительского спроса внутри экономики. Как вы знаете, друзья, я надеюсь, вы откладываете где-то там в сознание отдельные релизы, которые я специально для вас анализирую, чтобы была целая картина сформирована, потому что в валютном блоке происходит. И вот последний релиз по уровничным продажам, он явно не доставал до тех оптимистичных уровней, которые, возможно, хотел бы видеть Европейский Центральный Банк. Я считаю то, что и базовая инфляция сегодня просядет, друзья, что должно стать аргументом для снижения европейской валюты. Что касается рынка нефти, 6032 котировки на текущий момент, как приклеенный бренд, собственно, к поддержке 60 долларов за баррель, можно сказать, и заморожена, в принципе цена вблизи данного уровня. Справедливости ради отметим то, что новостной фонд в принципе достоин того, чтобы рынок активно ходил. Однако даже на том новостном фоне, который мы с вами обсуждаем каждый день, рынок все равно в каком-то крайне вялом состоянии, не зная, чего он ждет в плане отчетов, в плане событий. Вроде бы все самое интересное у нас уже не на плавала, конечно же, в будущем мы найдем еще, возможно, более интересные фундаментальные катализаторы. Но вот так, чтобы прямо сейчас сказать, рынок ждет такой-то, такой-то даты, я бы не стал этого делать, потому что настолько очевидных временных ожиданий точно сейчас не прослеживается. Кассировки нефти продолжают топтаться в районе 60, может быть, демонстрируя неоднозначность фундамента, который сложился. Из-за этого ни быки, ни медведи, то есть ни покупатели, ни продавцы не могут перехватить инициативу, взять, собственно, лидерство в свои руки и развить уже то направление, которое им нужно. Что у нас интересного было в конце прошлой недели из-за обновленного фундамента? Я думаю, что вы наверняка где-то, опять же, в интернете увидели статьи, может быть, даже сообщения, новости о том, что в Саудовской Аравии планируется откратить поставки, собственно, нефти в США. Это как раз тот фундамент, который в моменте, по-моему, в четверг стал причиной роста бренда до 62 долларов за баррель, но фактически мы восстановились в 60 и можно говорить о росте в 2,5-3%. Ну, неплохо для одной торговой сессии. Да, этот рост базировался на комментариях Сауди Аранко о том, что, в принципе, нефтепроизводителям США уже нужно смириться, готовиться с тем фактом, что поставки очень сильно просядут уже в рамках текущего месяца и в поздние периоды тоже. Соответственно, делается это для того, чтобы не создавать угрозы еще большего накопления запасов и, как следствие, не создавать причины для большего ослабления цен на нефть. Но быки недолго, собственно, довольствовались своим лидерством, поскольку, собственно, инициатива довольно быстро перешла к продавцам, которые вернули бренда в район 60 долларов за баррель сразу после того, как был опубликован доклад от Международного аналитического агентства. В соответствии с теми цифрами, которые мы увидели, добыча нефти в странах ОПЕК в прошлом месяце выросла на 100 тысяч баррелей. Я в рамках прошлой недели с вами разобирал еще доклад от ОПЕК. Вы помните, что это ведомство уже сообщило нам о совершенно других цифрах. Тогда производство нефти, то есть по версии ближневосточного картеля не увеличилось, а снизилось, по-моему, на 30 тысяч баррелей в сутки. Но, честно говоря, друзья, я больше склонен доверять докладу Международного аналитического агентства, потому что это, на мой взгляд, объективный, непредвзятый источник реальных цифр и данных. Поэтому я склонен полагать, что действительно рост был зафиксирован. Соответственно, добыча нефти в рамках ОПЕК по-прежнему находится выше 33 миллионов. В Саудовской Аравии, кстати, производство в прошлом месяце увеличилось на 410 тысяч, на 10 тысяч больше, чем по оценке самого ОПЕК. Текущие показатели роста, актуальная цифра по добыче в рамках Саудовской Аравии на историческом максимуме 11.06. И на основании этого, друзья, я могу предположить, что участники рынка, хотелось им или нет, но снова вернулись к разговорам о том, что добыча, даже несмотря на принятое решение в рамках вот прошедшей встречи ОПЕК+, сократить добычу на 1,2 миллиона, все равно будет увеличиваться, все равно будет расти опережающими темпами спроса. И это должно вернуть на рынок идею прежней слабости и того, что котировки обречены на еще большее снижение. Мы, безусловно, с вами поговорим о том, что у бренда сохраняются основания для движения в район 50 долларов за баррель. Но еще раз, друзья, напомню, что, собственно, до конца этого года я настраиваюсь на рождественское ралли. И я настраиваюсь на то, что трейдеры все-таки попробуют как-то, ну, трейдеры, которые сохраняют еще инициативу в плане покупок, отработать фундамент по решению технического комитета ОПЕК по сокращению добычи. Этот фундаментальный позитив еще рынком полностью не выбран. И очень надеюсь, то, что вот текущая неделя, предпоследняя и следующая последняя все-таки будет на стороне покупателей. Напоминаю, что цели раньше я озвучивал также увидеть бренд в районе 65 долларов за баррель. Я от этих ожиданий, собственно, не отказываюсь, друзья. Я вижу то, что каких-то мощных сигналов, из-за которых сейчас нефтянку можно было бы продать, нет. Поэтому все-таки даже с точки зрения техники я еще цепляюсь за уровень поддержки. То, что котировки находятся чуточку выше 60, это от счастья также доказывает то, что этот уровень рынком чувствуется. И если уж бренд претендует на то, чтобы оказаться гораздо ниже данной планки, должен быть соответствующий негативный сигнал и мощный медвежий катализатор. Но на данный момент я его в мете не наблюдаю. Рубль 66,75. Друзья, решение Центрального банка России стало полной неожиданностью для всех участников рынка, потому что Центральный банк поднял процентную ставку до 0,75%. Это может быть сигнал того, что российские монетарные власти прекрасно знают, насколько может быть тяжелым первый квартал 2019 года для российского валютного рынка. Также, собственно, Центральный банк принял решение возобновить покупки валюты с 15 января 2019 года. Ну то есть это решение, я думаю, что может быть и оказало наибольшее давление на курс рубля. Основные потери для российской валюты мы ожидаем с вами только, скажем, после инициирования нового пакета финансово-экономических санкций. Ну, в общем, недолго осталось. Остается еще несколько, скажем, дней, ну пару недель, если уж совсем точно. Друзья, чтобы еще раз оценить перспективы лично вам рубля и, возможно, принять решение, если вы еще этого не сделали, закупиться валютой, продать рубль, потому что, на мой взгляд, потенциал девальвации остается на Украине выраженным. Евро против доллара. Мы уже отчасти поговорили о том, что сейчас происходит с европейской валютой. Напомню, что в минувший четверг председатель Европейского центрального банка Драги сделал акцент на важность сохранения мягкой экономической политики и, пожалуй, все-таки мы услышали тот комментарий, который хотели. Этот комментарий связан с тем, что европейский центральный банк готов использовать любые инструменты нетрадиционного стимулирования экономики. Опять же, на вопрос о том, что будет с ликвидностью после, собственно, предъявления облигаций, ранее выгодных к погашению, Драги отметил то, что пока что эти средства будут реинвестироваться в экономику. На мой взгляд, друзья, это очевидный сигнал того, что Европейский центральный банк, пусть и свернет сейчас программу количественного смягчения, но точно очень не скоро задачится решением о росте процентных ставок. И, кстати говоря, на рынке, оценивая настроение того, когда же все-таки ожидать действия Европейского центрального банка по ужесточению политики, обсуждали, как вы помните, летний сезон, конец 2019 года, вероятность того, что до конца 2019 года Европейский центральный банк поднимет процентную ставку до заседания ЕЦБ в минувшую четверг составляла 75%. Сейчас уже после прошедшего заседания она составляет 60%. Если сегодня, кстати, выйдет слабый отчет по инфляции, в чем я не сомневаюсь, можно будет говорить о том, что шансы на действия по разгону процентных ставок Европейским центральным банкам могут снизиться и до 55%. Поэтому ждем возобновления давления на евро. Хочу предложить нажимаем сделку с целый лимит с отметки 1,1360. То, что макроэкономическая картина продолжает ухудшаться. Прогнозы Бундесбанка, самого Европейского центрального банка – это доказы. В частности, Бундесбанк пересмотрел прогноз инфляции на 2019 год с 1,7% до 1,4%, темп экономического роста с 1,9% до 1,6%. И самый Европейский центральный банк считает то, что инфляция не вернется к 2% раньше 2020 года. На 2019 год прогноз по инфляции был снижен с 1,7% до 1,6%. Это все тревожные сигналы, друзья. Они явно указывают на то, что нет на рынке оснований, за которых евро можно было бы покупать. Фунт против доллара 1,2579. Участников рынка волнует вопрос и интересует, когда же все-таки парламент Англии будет голосовать за соглашение о Брэкзите. Тереза Мэя позначила дату предварительную, то, что до 21 января это голосование должно обратиться. То есть у нас, друзья, целый месяц еще тотальной политической неопределенности, негатива, который уже, в принципе, вернул фунт снова в район 1,25%. Также стало ясно и очевидно, что Европейский Союз более не будет обсуждать соглашение о Брэкзите. То есть тот документ, который раньше был определён, представлен Терезе Мэй и фактически ей было дано поручение ратифицировать его через голосование в парламенте, этот документ никаких правок уже видеть не будет. Соответственно, теперь дело за Терезу Мэй. Сможет ли она убедить парламент проголосовать за него в текущей редакции? Я думаю, что шансов на это очень немного. Мы ещё раз убедились во время вотума недоверия, насколько шаткими являются позиции Терезы Мэй. В принципе, парламент разобщён. Напоминаю, что в процессе голосования о вотуме недоверия Терезы Мэй она получила только двести голосов. Если мы будем говорить о всём, собственно, парламенте, о всём правительстве Англии, то там около шестиста пятидесяти мест. Это, конечно же, включая ещё и оппозицию. Ну то есть её поддерживают меньше трети. Это очень плохо. Это значит то, что явно, может быть, прислушиваться к ней точно не будут. И я даже не представляю, что она может сделать вот в ближайшие недели, друзья, чтобы всё-таки убедить и оппозиционеров, и однопартийцев в том, что текущее соглашение достойно того, чтобы на нём выстраивались новые отношения Европейского Союза и Англии. Пока что вероятность этого крайне низка. Я сохраняю прежний прогноз того, что фунт будет находиться под давлением. Уровни, ну, предварительные, друзья, как со ссылкой на своих коллег, уже 1,20. 1,22 в этом диапазоне дно может образоваться. Ну, крайне бессимистичный сценарий. Но то, что реальность для британцев в ближайшие, собственно, дни, кажется, ниже отметки 1,25, это уж точно. Австралиец против доллара 0,7172. Австралийская валюта снижается. Начали мы уже отыгрываться на вот этом нисходящем движении. Опять же, статистика по Китаю, которая вышла в конце прошлой недели. Руничная продажа 8,1% с 8,6%. Промышленное производство 5,4% с 5,9%. Ну, конечно же, на таких цифрах иной реакции быть и не должно было. Впереди у нас протоколы заседания Резервного банка Австралии. В принципе, о них мы поговорим уже завтра. Снова делаю акцент на важность сохранения мягкой экономической политики. Хотя Резервный банк Австралии, я думаю, уже сам устал от подобной риторики. Ну, что уж тут поделать. Надеюсь, друзья, то, что по австралийцу вы также видите уровни по ниже текущих значений. Может быть, вместе со мной придерживайтесь к ориентировав целей по этому дуэту активов в районе 0,70. Доллар канадец 1,3380. Тоже зажатый мы в довольно узком диапазоне. Пара не может не преодолеть сопротивление 1,34, не может не пробить поддержку 1,33. В эту среду выйдут данные по инфляции. Как раз этот отчет и должен стать катализатором движения. Как поведет себя канадец? Я не знаю, друзья, потому что канадец, на мой взгляд, один из самых, а может быть, даже самый непредсказуемый инструмент за последние месяцы, которые мы только анализировали. Два катализатора движения нефти и статистика. Ну, понять, какой из них будет преобладать в моменте и какой канадца будет отыгрываться с большим для него удовольствием. Ну, мои попытки сделать это в последние месяцы привели только к череде неудачных сделок. Не хочу снова попасть в просаг, поэтому буду лишь по факту констатировать то, что происходит. Поддерживаю, друзья, ваши порывы и инициативу все-таки торговать канадцем во что бы то ни стало. По доллару и иене 113.45 постепенно мы восстанавливаемся. Поддержка заявки на пособие безработицы, промпроизводство, роничные продажи. Это те отчеты, которые готовят нас к, на мой взгляд, неизбежному решению о росте процентных ставок. Его мы ждем уже в эту среду. Ну и даже не знаю, стоит ли допускать альтернативный сценарий, из-за которого Федрезерв предпочел бы не менять процентную ставку, собственно, под закат 2018 года. Я предположу и сделаю прогноз, исходя своих ожиданий, что вероятность отсутствия этих решений меньше, друзья, 10%. То есть шансы фактически ничтожны. Поэтому ждем, что на этой неделе доллар и иена все-таки сделает сопротивление 114 и окажется повыше. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, хорошей торговой недели. Увидимся мы с вами еще и сегодня. Еще один раз на вебинаре «Правильный понедельник», который состоится в 16.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.